ию ребятки это вторая катка dark horse и теперь соперник для мэдов которые в предыдущей игре против аушек показали класс катка была интересная можете посмотреть на канале прямо кроша фишал в повторе но или после она там появится на youtube чеки так 2 мапа ну-ка быстро сейчас это вдруг ставочки же нужно людям убежка будет за коллектив dark horse начинать на к фон на мой на он именно он ребятки макхаус у нас прошли уже рейд босса в лице команды ауэкзем но после них следует еще один босс и это же команда dark horse справиться с ними или нет мы узнаем с вами в течение ближайшего часа но пока что мы видим достаточно медленное исполнение для атаки дарки практически минуту выжидали прежде чем нанести удар по позиции бэп лента размена гранатах но здесь целый фраг парад и просто позиции беты провалились в считанные секунды мутант остается на четверке лакос отрабатывает в цк закрывает фита но кстати он добирается еще и до мутанта сатору остался соло в считанные секунды и для команды dark horse это очень и очень неприятное известие при учете того как вообще развивалась эта перестрелка сатору знает где находится снайпер это же рич но также можно догадываться о том где находится лакос врыв будет на вино под в плент и лакос собственно в этом преуспел хоть и практически умер но это вообще не имеет никакого значения три фрага за этот раунд он сделал и мы выходим с вами в лобби есть где игра пиш покерфейс а у нас задержка в эфире две минуты семь секунд он ранее спрашивал еще и про коды тип чё где коды но вот наверно не так часто смотришь вода и у тебя вот задержка прошла и ты вот на когда написал его она прошла две минуты семь секунд вот ваше терпение и катка появится у вас на экране сидел в паузе решал задачу нужно было мандарины поделить на детей а не наоборот о справился чтобы самому в голове не ошибиться и просто пока я это все дело про себя продумал там ребята очень много вопросов задавали мне все в чате сидел отвечал правильно сказал чё-чё-чё-чё как ты чё сам вот еще один человечка отозвался который сейчас сам студент вот и он оказывается тоже там что-то шпреха и туда-сюда и пообщались сейчас что-то но я это уже хочешь сообщили написал я пока не могу ответить вот он он студент я думал нужно работать ну затем уж арит как я понял потому что ответ не свой в личку прислал но у него он потяжелее был так скажем из более подробным описанием задача была полегче там нужно было в целом в разные строчки распихать чтобы это супер легко читать было и это сделать короче некоторые к слову это не небольшой авто так скажем тема вот это но короче для кого-то это полезно некоторые спрашивают даже потом чё где как вот это все смотришь где допустим читаешь учишься или что-то такое а некоторые говорят куда вы это все нам говорите а вот вот прям не нравится когда мы за мы говорим но опять же две стороны есть кому-то нравится кому-то нет поэтому для хейтеров скажем что в обратную сторону из те кому наоборот нравится для тех кому нравится конечно в обратную сторону есть те кто вообще таки зачем вход или лучше кстати раш под б остановлен мэдхаусами которые подчистую вообще всех стерли дархорсов в свою очередь иди фрага не нашли но вот под конец раунда мутант сделал один но этого маловато будет 2-0 на табло 2-0 на табло все они мы поехали дальше кто-то мне это напоминает где-то мы видели уже такие стартные команд мэдхаус самое главное чтобы опять же сохранить если они в этом положении граната 505 подрывает фита неприятная потеря для дарков но в любом случае еще приговор на этот раунд не подписан так что сопротивляться можно и нужно на ритейк поглядывает выход центрального кафе там кстати на двойке находится лакост он будет готов к этому контакту активно нашивается проход еще и под семерку видимо мэдхаусы кто-то да знают о перемещении соперника но у дарков будет выход сейчас на контакт с вином бп лентак кстати мутант скрывает 505 кири здесь придется ой как не сладко но опять же выглянуть выглянули но далее отступают и кири дает об этом информацию что соперник остается на семерке но к активным действиям под бп лент не прибегает эдмайер попытался здесь еще выйти на добивание своего соперника но лакост все-таки приходит на всякий случай в укрепление позиции бэсайда эдмайер остался под бетой он будет продолжать трепать нервы своему сопернику может быть даже успеет здесь найти пару килов для команды но вот рокки на аркаде под арку кстати очень сильно рискует своей головой этот риск оказался неоправданным ударков хоть и есть сейчас численное преимущество по и выжившим игрокам но с учетом того что у них происходит в хелсбаре вот это вот огромная огромная проблема там у ритейка 3 процента здоровья у эдмайера 8 процентов здоровья у мутанта 5 и посреди всего вот этого вот хаоса сатур у которого 120 но это вообще ему никак не помогает поскольку рич на него выходит скориком тср и спокойно забирает все 120 хп с одного выстрела на эдмайер остался один против двоих кстати хэдшот неплохой на рича но тут же есть минусы от лакоста так что раунд номер три уже забрали для себя меды и мы вновь выходим в лобби это какого-то технического характера или ребята здесь выходит потому что хотят обсудить конечно логично предположить что хотят обсудить ну и походу это все-таки поменялось что-то сейчас часто и в целом как другие команды дыха просто выходят общаются просто раньше они этого целенаправленно не делали и мы конкретно спрашиваю в интервьюшках у ребят а что не выходите нам хватает времени и во время катки отвечали они сейчас вот игру ну по моим ощущениям они выходят ну по сути то так же как и все остальные команды кто-то больше кто-то меньше то есть в среднем что то что это так ну да на паузу было кучу прям вопросов я альта был со отвечал ребяткам во многом там было насчет аккаунта и вот тут в целом универсально можно ответить что пишите в службу поддержки вам там на все ответят мне обязательно как-то короче пишите туда там вам точно скажут я просто ко всем своим комментариям которые я вот писал вот в чате твича добавлял что я не сотрудник сп но мое мнение типа вот те вот в таком стиле говорил не я по сути даже не использовал конкретных слов но смысл был тот же самый что типа я считаю а то так лучше писать в сп окей dark horse и точнее искать мой да которые решили поражать семерку кири 2 фраг себе заработал бежит сейчас помогать на помощь в альфу лакост кричит на помощь но при этом а чего все происходит он кричит на помощь уходя закрываться в цк но потом понял а чё это я реально вернулся сделал прыжок который на самом деле очень минусовое не то типа не влево не вправо движешься ты просто прыгаешь вперед взрывает бочку в полете еще и точку в этом раун и стоит это вообще это я не знаю моды сегодня с нужной ноги встали я думаю у них и в первой катке это прослеживалось что они вот них вот с фрагами все в порядке вот и сейчас тоже отдыха пока вы знаешь ну у дх и так еще разыгровки мне кажется может быть предполагаю просто я этот момент еще отмечал в матче против команды ауэкзер исполнителей действительно достаточно команды мэтт хаос так посмотрим во что это выльется против дарков но б-плэнд потеряли причем потеряли его как-то без боя для себя мэды одного игрока оставили там просто на произвол судьбу естественно к нему пришла целая толпа мутант успел закрыть ричи но лакост разменялся и 2 в 3 вроде бы играбельный ретейк но посмотрим смогут ли они его осуществить лакост выходит на вино под бету его там закрывает ретейк кстати и фито дорабатывает по ласт оппоненту принося все-таки первый раунд для себя но это 41 такой выбраться к осмотрим лишь джижка пройти все запрет на час какое-то осознание просто вчера не играл по моему да и позавчера тоже по моему вот и металл мне короче не попадался когда после обновы это все дело велось вот со смоками чуть иначе нужно себя вести потому что напомним если вдруг кто не заходил после последней обновы то не видно ник по ту сторону так скажем просто раньше смоки наводишься и видно никнейм ну значит стреляй вот сейчас так нельзя ретейк прорыв от альфа заработал один фраг по рокки но размен от кири точку удержали dark horse и дальше не побежали думали матхауса что это б но нет курсы пока что не расторопны и играет аккуратно но за предыдущую катку да и здесь тоже можно подметить что темп в целом все равно быстрый и вот этот таймер вот три минуты которая дается всем в начале он вот только сейчас минута прошла как бы это середина раунда который уже плавно перетекает в концовочку это концовочка из того что мы видим эдмир последний три соперника для него одного смог забрать цк переводится на лакосту он там не убивает и это 5 для медов я кстати вспомнил что я хотел показать там да все время не хватало но я в целом показал вам как пользоваться табличкой которая есть там есть урон который принимает а или иная часть текстурки подожди кажется мы норовит выйти сейчас еще на беттер и ретейк помогает ликвидации кири плюсом рич погибает разменивается 505 правда мутант закрывает лакосты и 4 в 2 по итогу оставили эту ситуацию для себя дарки несмотря на то что у медов казалось что все схвачено и они прямо сейчас готовы будут искать для себя фраги и вообще в целом зачищать подступы к своим позициям но тут дарки все-таки смогли ответить и 505 оставили одного под плентом а у него на самом деле все веселее намечается если они сейчас не смогут а они не смогут а там никого нет тут аркаде троки просто выхода еще под дл он понимает то что соперник скорее всего ушел на б-плент 505 из центрального кафе будет мониторить то есть за плент вообще никакого файта у команды ментхаус не было но тут же выступает мутант свина под б его закрывает 505 роки подрезает ретейка оставили одного сатору сатору на зонтах он также был замечен так что его позиции скомпрометировано и теперь надо принимать решение как он будет действовать понимая то что позиции б-плента и ему подарены но при всем при этом приму есть информации он не рискует ставить бомбу он может конечно еще подождать может подождать какой-то ошибки от команды мэткаул со временем позволяет с учетом того что он находится на пленту но он принимает решение не ждать у моря погоды и просто поставить бомбу а дали уже действовать по ситуации отталкиваться Так сказать, от действий Своего соперника, то бишь импровизировать В большей степени Сатору остаётся на широкой Выбор позиций крайне опасен И плюсом ко всему в центральном кафе работает 505-й, который, кстати, не попадает По Сатору абсолютно, а вот Сатору Ожидает этого открытия под мидл Откидывается ещё граната, 505-й здесь не жилец Сатору фуловый, Сатору надо закрывать Рокки, он делает шикарный даблкил И приносит ещё раунд команде Угу Смотрим по сотни на эту половину Кому он достанется Меды имеют больший процентик на это Они вот прям хорошо уйдут По фрагам, всё норм Но после перезахода Даркхорсы начали тоже для себя набирать Пока у них только два раунда Так, смотрим, возможно, на ланге Эдмойер В противопоре Рокки просто стирает Ну и вот про Рокки хочется, наверное, добавить Что с дуалами-то да, вот о чём мы и говорили Тогда, когда он брал Кипу в руки Когда они там в бивейках играли ещё Ну, он пытался брать Это кемпо, по-моему, еще да Он же в ресты ещё ходил Вот, короче, все его попытки с кемпой Ну, норм стрелял Но мы тогда говорили, что с дуалами Куда лучше себя может показать Больше КПД Просто, да, мне помнится Ответили мне на это, что Кемпа сейчас поднялась И кемпер практически обязателен в команде Вот, поэтому Кто-то пытался Этим кто-то стал Рокки Что вот такое было Фита Не получилось у него здесь Суперклач показать Ну и забирает раунд себе мэда Половина за ними 6-2 Вот А с дуальчиками Который С которыми он может больше Больше КПД показать Вот Ну, по ощущениям своим Что, да, лучше вот с каким-то таким моментом играть Ну, правда, да По-моему, как раз тоже и говорили, что Другие тоже пробовали Особо не получалось И лучше остальных Смог это сделать Рокки С кемпой поиграть Хм Обратный отчет Ну и догонят ли по итогу Дарки Своего соперника На смене сторон Ваши ставки Ну вот сейчас нужно раунд 2 посмотреть Как ДХ здесь себя чувствует А так-то Силу чувствуется у мэдов Потому что Она уже, ну, ранее отмечали Вот Они бегут, стреляют У них получается Ну, кстати, они заходят сейчас на Б-плэнд Да, там Фита дает отбор своему сопернику Фита Крайне хорош Трипл килл квадро Эйс Дайте эйс ему Нет, 505-ый Находит минус Но тогда 505-ому надо делать эйс Раз оборвал такую линейку фрагов От 505-ого дабл килл Успевает уйти на семерку Причем еще в приемлемом ХП 66% здоровья у него осталось Ширма активно нашивается Видит мутанта Не попадает по нему Но есть время на самом-то деле Можно этим временем будет распоряжаться Очень-очень приятно 505-ый видел своего соперника Эдмайер получает гранату Эдмайер здесь не жилец Так что 505-ый делает трипл килл Замахнется ли по итогу на эйс Непонятно Но мутанты Сатору идут в спину К 505-ому Который выходит на центральное кафе Информация по нему еще отсутствует Но опять же Проход под бету для него будет В принципе фривольным И 505-ый пытается понять Настолько ли ему повезло Зайти сейчас под плент И поставить бомбу Или же все-таки здесь есть где-то подвох И соперник отсиживается за углом Но 505-ый принимает решение Поставить бомбу сразу же Так что для Андрея задача усложняется Ему придется дожидаться своего соперника Проход через ДЛ Там Дарки еще продолжают тянуть время Но нет Это далеко не альфа Это надо играть на перемещении Б плента Потеряли они на самом деле Достаточно много времени Но 505-ый все еще вне позиции Он пытается понять Как действует оппонент По одному из есть информация Квадрокилл залетает от 505-го Он пытается убежать Но мутант будет его догонять Это 100% И здесь вопрос Понимает ли Андрей Как действует его соперник Выход в упор Мутант получает огромную порцию дамага Но 34 хп у него остается И здесь хейса не будет Господи, что сейчас было Сначала Фита делает квадрокилл На приеме захода под б-плент Потом 505-ый пытается потащить клатч Один в пять делает квадро И проигрывает Просто не добив Буквально тычку по своему сопернику Ой-ой-ой-ой-ой Ну ладно Едем дальше Это получается обломщики с обеих сторон Это вообще ужас Причем 505-ый был обломщиком Фита Да Ну вот Дарккорсы пошли отомстить Эдмуэр Здесь тоже может сделать квадро Ему нужно забрать двоих на четверке Одного сейчас может цепануть Это Рич Рич поднимается Эдмуэр Тэгпоек Совсем мало хп оставил Но нет Тут не сделать уже и квадро Рич Поймал Пикселечек Сюда Говорят иди Так Какие варианты Прэкскок Прэкскок Ага Как это я посмотрел Никого нет Соперники Фита в ЦК И 1 На Б Чё-то слышал? Да Сатур походу слышал Да Инфу Афита перемещается с Б Ага Вон Насколько Смотрел Да Рич Ай-яй-яй Он походу тоже услышал Сатур Тоже инфа была Потому что Ну вот прям вот так вот Жестко смотрел в ЦК А КТ Подъем с Б Смотрел Потому что Боялся Ну что инфа-то По двум есть В плане что Двое живы Вот В лобби Придется выйти Яс Шесть чпыря Пока впереди Эмэда Ну вот не отпускает Что-то Я не знаю Тут наверное И Между собой общались И какие-то траблы технические Ну да Вот сейчас Это точно Технические Моменты Даркфорсов Оттавлятел Ретейк Снова Ретейк Когда у него Что-то вот Но тоже Очень не вовремя Да Но все попалось На лигу Не знаю Надо дотерпеться Сколько там вообще У ребят Катка осталась Так Мандарина Уходите Да я просто Альт обнулся У меня там Задачка Вот эта вся Осталась Так Где Трамбочка Сюда Иди Вот Расписание Лиги Я пока Начал С первой Групповой Стадии Я там Нажал готов Максим Не нажал Да Вот Первую групповую Отыграли Дальше Осталось Только 8 команд И вот сейчас Мы уже Первую неделю С вами посмотрели Вот она Закончилась Да Вот 5 дней И вот Еще Пятерочка Осталась Сегодня У нас Вот Матч Дыхая Против Мэдов Чтобы Сделать Все Очень Удобно Можно Посмотреть Сколько Осталось В этой Табличке Даркфорсов 2 Соответственно Тут Когда Ставится Это Уже Идет Не в счет А Ну Вот Ди Дабл Икью И Флайд Умон Угу Ну Вот Ритейку Сегодня Доиграть А Нам Ночь Простоять До День Продержаться Во Это И тут Можете Смотреть Мы еще Вчера Смотрели Или Когда Это Было Про Карты Как Же Тайный Обитель Грустит И Вот Мне Хочется Да И Задаю Вопрос Может Даже Придется Его Повторять Почаще Котлетки Если Вы Наслышите А Что Этот ТО Не нравится Какая Есть Причина Типа Не Успели Какие Стратежки Разработать Поэтому Нет Уверенности Знаешь Когда Ты отыграл Тысячу Ну ладно Десять Тысяч Раз Миттаун Ты Лучше Знаешь Чем Сыграл Сто Матчей На ТО Наверное В этом Логика А вот Ты думаешь То Что Ее Именно Забанили Что Она Не Нравится А не То Что Ее Убрали Как Козырь В руках Про Козырь Навряд Либо Все Рано Мне Кажется Как Я Полагаю Это Вот Из Примера Типа Десять Тысяч Раз Миттаун И Сотню На ТО Типа Случится Громит Чем Того Ну До Этого У нас В прошлом Сезоне Это Вообще Никак Не Мешало Не Знаю А я Гру Вопрос Открытый Это Просто Догадки Ну Я Поэтому Да И Задал Тебе Вопрос Почему Именно Такая Кардинальная Мера Мне Кажется Это Не Бан Я Думаю Что Выкидывать Эти Козыри Уже Под Завертание Групповой Стадии Ну А может Быть Вообще Оставляют Ее На Исполнение На Лане Как бы Тоже Как Вариант При Учете Того Как Приняли У нас Палацу В свое Время Наши Коллективы То Я Не Думаю Что Есть Какая Причина Именно Забанить ТО Это Две Прекрасные Карты Которые В свое Время Были Активно Обработаны Киберспортсменами Они Должны Прекрасно Понимать Как На них Действовать И Скорее Всего Просто Оставляют Как Вариант Козыря Потому Что На Всех Остальных Картах Уже Все Все Прекрасно Знают А вот Именно Эти Две Карты Остаются В неведении От В исполнении От Некоторых Коллективов Ну Как Мне Кажется Опять же Можете Писать свое Мнение В пятки Ребятки Ну А мы Смотрим За выходом По ДЛ И Атака От команды Мэтхаус Придется На Ретейк Ретейк Очень Здесь Будет Несладко Но Пока Что Он С кемпой Хилиц Живет Мутант Подходит Под Двойку Откидывается Смог Двойка Закрыта Но И Ретейка Будут Съедать А Мутант Почему Не Помог Мутант Остается Просто На Центральном Кафе В ожидании Соперника При выходе С двойки Но Кажется Что Тиммейта Просто Продали Сейчас Причем Продали За бесценок Бомба Ставится Бомба Не ставится Отмена Рич Смотрит Выход На ДЛ Но Они Видимо Ждут То Что Дарки Сейчас Будут Готовить Ретейк И Будут Выглядывать По Некоторым Локациям Бомба Ставится По Итогу 505 Перехватывает Эдмайера Выход С двойки Погибает Мутант Фита Играет Также На Центральном Кафе Он Сотый В руках У него Пиндат Но Три Соперника Которые Сейчас Держат В принципе Все Локации Открытия Оппонента И Фита Подставляется Под Снайперский Прицел Рича И этот Раунд Отправляется В карман Для Мэтхаусов 7-4 Два раунда Осталось Для победы Один Для Топов Ай Ай Рич Увидел Пробегающие Пяточки И дал Тиммейт Инфу Ну Там На Двойки Кири Такой Роджер Вят И Побежал Но Под Хаешку Сразу Нырнуло И она Прям Отлично Упала Сразу Его Подорвало И Два Отличных Минуса Получено Два Потому Что Рич Также Фраг Заретел Рокки Погибает И он Ретейк Дал Прямо Минус Сам Живан Отки Сотрук Лакост Лакост Без Холлспоинтов Десяточка У него Осталось Бежит К тиммейту На помощь Пятый Сам Хлоу Пока что Хаешка За шеврот Не падает Он Играет На семерке Если что Ну Мало Кто Вдруг Не смотрит А только Слушает ЦК Врвался Один Лакост ХП Нет И вот Остатки Доели И Тяжеленная Ситуация Для 5-0-5 Но соперник Один Сейчас Это очень Хорошо Но с ним Справиться Не получается Забирают Для себя Даркхорсы Пятый Рамп Но по-прежнему В роли Догоняющих Им нужно Два Чтобы догнать Соперника Да Так что Мэтхаус Надо в свою очередь Два Чтобы вообще Закрыть Эту карту Кажется Что Преимущественно Мэды Чувствуют себя Достаточно Лучше В моральном Плане Но посмотрим Как это будет Они по итогу Подвинуть Оборону Дарков Или вообще Выйти Может быть В допы Посмотрим Пока что Откидываются Гранаты На центральное Перекрыли Обзор Своему Сопернику Готовятся Хаешки Еще на Откид При выходе Подапленд И скорее всего Эти гранаты Сейчас принесут Некоторые Неудобства Тому же Ретейку И Сатору Закидывается Смолк Но ДЛ Уже начинает Работать Киря Падает Еще несколько Осколочных Гранат Сопутствует На Ланге Но выхода Подапленд Еще не было Перетейк Принимает Вместе Сатору Лакост Разменялся И Лакост Кстати делает Даблкил Триплкил Для него Рокки На поддержке Погибает Эдмайер И Фита Остается Один против Двоих Ему надо Оформить Этот клатч Но в принципе Это крайне Скилловый Игрок Команды Даркхорс Который Имеет Все шансы На исполнение Клатча Один в два Будет перемещение На Лакоста Который Кстати Уже слопал Троих Его тиммейтов И Фита Может сейчас Отомстить Откидывается Граната По Фита Есть информация 85 кп У крокодила Но и в свою же Очередь Тиммейт Бросает Эту попытку Пайтиться За Апленд И уходит На центральное Кафе И Фита Понимает То что С ним Начинают Играть А он Дефает Парни Окей Ну там В моменте Дефа В моменте Нет Но Все равно Как бы Это далеко Было Для Рокки Выход Едет на Фита Фита Погибает Он был Очень близок К тому Чтобы деактивировать Особенно В момент Когда Мэды Ушли Слишком далеко В центральное Кафе И они Не слышали Просто Звука Деактивации Не было Вообще Понятное Дело Что Фита Сам себя Еще путал В том плане Что Выйдут Не выйдут Он пытался Предугадать Открытие соперника И он отпускал Деактивацию Но Вот если бы Сделал Как Мэды Сделали В предыдущем Матче Просто На двух Стальных И сидел бы Дефол То вероятнее Всего Шансы у него Были Крайне Высоки На эту Деактивацию Но Суммарно Это Восьмой Для Мэдов И Следующий Начинается С Энтрики Лапа Эдмайеру Очень неприятная Новость Для Дарков Но Они Все еще В четвером В строю Так что Опускать руки Рано Надо биться До последнего Так 505 Ну Одну Хэшку Зайвайдал Кита бросает Вторую Бросил ее Не точно Потому что По нему Стрелял 55 И уже По спине Тоже Накидал 55 Открыл Бэй Говорите Мой Это Майда Ко мне У меня Точка Открыта Вижу ЦК Пока У него Все Норм Можно Даже Попытаться Поставить Но Не торопится Боялся Хэ Откинул Смаки В сторону КТ Чтобы Вдруг Кто Упор И вот Инфа Есть А ведь Пасатору Что Тот С КТ Спустился А он На Перемке Но С КТ Выходит За спину Рокки Доедает Последнего Живого Мэда Себе берут Ту самую Двоечку Которую Мы только Говорили Карта За ними Ай-яй-яй Опасно Причем Было Вроде бы В моменте Где-то Пограничное То что Команда Dark Horse Прямо Сейчас Возьмет Инициативу Рабочий Для Мэда В первую Очередь Мэтхаусы Не попустили Своего Соперника Даже Близко К тому Чтобы Намекать На Овертаймы Но Что Касается Карта Убежища Например В предыдущем Матче Мэтхаусы Проиграли Данную Карту В исполнении Команда Оэкзе Смогут ли Они Сейчас Реабилитировать Себя Но Уже В матче Против Команды Dark Horse Пока Что Не Ясно И Будет ли Это 6 Пойнтов Полноценных За этот Матч Для них Тоже Непонятно Я По-прежнему Остаюсь При своем Мнении Что Команду Dark Horse Нельзя Списывать С счетов Ни в Какие Моменты Даже В самые Худшие Дни И самые Худшие Раунды Эти парни Успевают Найти Внутри Себя Силы Чтобы Бороться Раз Они Находят Эти силы Значит Они Все Еще Опасны И Это Они Доказывали Неоднократно Причем В финальных Стадиях Не то Чтобы В групповых Этапах Так что Будем смотреть Как пройдет Эта карта Пока что Разменялись Здесь Наши игроки По старту Раунда 30 секунд Позади У команды Мэтхаус Отсутствует Лакост Ну а у команды Дархор Потерянный Ретейк Заход будет На ДЛ Там оставался Один Сатору Рич его Собственно Закрывает Но Рокки Информации Не было Что он Находится В агрессии Эдмайер Успевает Найти Минус А Фита Проходит Через Мит И Киря Сейчас На самом Деле Находится В ловушке Тиммейтам Было бы Неплохо Подоспеть Ему На помощь Но Киря Скорее Всего Не жилец По Кире Есть информация Киря Успеет Найти Минус Серьезно Какой он Лакерный Да ладно Ну серьезно Еще и Третьего А у него Залетает Абсолютно Все Ну Рич Остался Один на Один Фита Будет Пытаться Поставить Бомбу Под аплентом Даже почему Пытаться Он поставит Рич Никак Этому Не сможет Помешать Но Тем не менее У Фита Шикарная Заявка На квадро Это во первых И на Прекрасный Клач Для команды И открытие Счета На карте Убежище Только вот Вопрос Попадет ли Рич со своей Кимпой Он плюс-минус Но понимает То что Тянуть уже Нет смысла Соперник В любом случае Не бьет Выход в упор Пока что Все промахивается Рич Но очень сильно Ммм Ммм Попадет Да-да-да Но Я хотел сказать Что Очень сильно Рискует Собой Рич В такой Перестрелке Видно было То что Он Начинал нервничать Он стрелял Вообще Из всего Что у него Было РБшка Коряк РБшка Коряк Он пытался Накинуть Дамага По сопернику Но все Никак не попадал И в то же время Когда не попадал Рич Казалось Что у Фита Будет Микро-окно Чтобы уйти на ДЛ Но он продолжал Эту перестрелку Понимая То что бежать Спиной к снайперу Но это тоже Не вариант Но здесь Оказался Рич все-таки Посильнее Опять же Мы видим С вами Размены В самом старте Следующего раунда Но здесь Пока по общей Картинке Кажется Что Бэпленд Будет более Импонирующей локацией Для Дарков Но они опять же Оттягивают Мутанта Сейчас с дерева Остается Эдмайер На боковой Фита под медом И мутант Теперь перетягивается К тиммейту Сатуро На лонг И тогда Это вопрос Контроля Аплента Где оставили Одного Рокки Причем Рокки Родовый С 12 хп Да у него В руках коряк Но это вообще Не гарантирует То что ему Это поможет Здесь выживать И сразу же Открытие С коннектора Которое он Не видел Банально Из-за того Что обзор Ему перекрывала Текстурка коряка И соответственно Он погибает И заход через мид Был опять же Опасным Кирия нашел Даблкил Но тиммейт Я к сожалению Не обратил внимания Локос по моему Заходил через мидл И он номинально Чекнул Вот эту левую сторону За створкой Ворот Но там оказался Соперник И соответственно Его слопали Дарки отвечают Раундом 1-1 Ес Взят 1-1 Поехали Так Раскид пошел Дефолтный Забив на стенке Рокки Положертвый Ретейк Ну и мутант Ранее забрал Кирию Ну выход На мид И ретейк Не посмотрел Квартирку А точнее За ней Что происходит И там ему прилетело 505 И Рич Вдвоем Нашли по врагу Для себя Оставили ситуацию 2 в 2 По хп Ну Типа С одной стороны Где-то можно было Сказать на раунх Там копейки Досчитывать Но 55 забирает Фитом Эдмир Последний Где-то он Сторона бета И ему там Может Встретиться Файт С одним игроком 505 Просматривать Сейчас Еще Старую инфу Где-то там Что-то было Типа стенка Типа альфа Типа кухня Вот Но Парички Инфу Убил Ну не то, что убивают Они Знаете Как-то это Если представить себе Мир фэнтези И Просто покрывает Каким-то дымом Старение Экстремально Короче Быстро Устревает инфа Соперник На парике Как спидигончик Вижу Вижу Вот как хорошо Поворачивается Эдмир Фраг получен А еще остался Последний соперник На него дуалы есть Он прыгает А ты что играешь Что-то Ну хорош Напомнил Тот случай Максимка Ты же смотрел Да Тот видон Где Где я Залил Я залил Целенаправленно Я просто Вот так же Смотрел на соперника Я вижу Его спину Все Ничего тебе не мешает Понял Стрелять Но я просто Себе не мог Этого Как будто позволить Она на самом деле Вообще Еще Очень Очень нежно Выразилась Так сказать На твой черт Я бы сказал Там Погрубее Если бы Это увидел Но Че поделать Мне еще Так понравилось Расплывается Просто В крики А этот Сидит Ахахаха Ну вот там Просто В голосину Ну ладно Смотрим За следующим Раундом Где Мэды претендуют На победу У них 5 в 3 Ситуация Но очень Сильно Страдают По хп Лакост Подставился Подставился Еще и кири Ретейк Может найти Еще один Минус А вот Вам и Претенденты На победу Мэды Потеряли Четверых Игроков При удержании Аплента И 505 Остался Соло Он попытался Сыграть Через мид Но фита Быстро Оборвал Его жизнь Так что Есть Параллельно Видел Но там уже Как я понял Все заканчивается Да Ивент проходил На Тэшке На самом деле Интересная штука И там Человек-то Который обладает Модеркой На этом канале Говорю Не стесняйся Ребят Пиши в чай Закреп Сам делай И вот Если увидим Какой-то классный Ивент Мы еще с радостью Ребяткам Всем расскажем Вот А Тэшке Реально полезная штука Надо было писать Так 2 в 5 Очень страшно Очень больно Поиграть Нам всем Прикольно Эдмэр Был убит Это последний Ну и Против Ага А Тут Аа С той стороны Прям под него Упал Нет Один фраг Он себе Из пяти получен Но хапать Слишком мало Поэтому Тут наверное Остатки-то доведят Все-таки Танцуют Как только может Но все-таки Нет Мэда себе Добирает Второй раунд На один Впереди Даркхорсы Начало миссии Да Пока что Вроде Есть Некоторое Зарождение Доминации У команды Мэдхаус У команды Даркхорсы Но Мэдхаусы Активно Наступают Смотрю Опять же На аркаду Атроки И Есть ощущение Что Мэды Все-таки Немного Но С нервами Подходят К исполнению Данной карты Очень Хаотичные И При всем При этом Без Поддержки Поджимы Которые регулярно Ведут к потере Тиммейтов Но они продолжают Все равно Это делать 505 Опять же Оставили одного И фита Его закрывает Кажется Что Мэдхаусам Надо все-таки С опаской Поглядывать В сторону Атаки И Понимать То Что Они В первую Очередь Занимают Выходы Под Лонг Под Коннектор Так Ретейк На этом Самом Коннекторе Чуть не устрел Забив Но Тут Дефолт Поджим от Обороны И Перестрелка Против Кухни Такая Тема Ты тут? Все Откатился Походу Минус Один На паре Ну и Минус Два В бете Минус Три В бете И Перемещаются Остатки Обороны Рокки Через Маки Уже Неудобно Ничего Не увидеть Рокки Поднимается Он еще Пока Может В целом Вырваться Но Тема Такая Что Нужно По-хорошему Чтобы Жижка Спала А потом Можно И Продвигаться Рич Находит Враг Сейчас И равняет Ситуацию 2 Можно Здесь Работать Ретейк Обновил По-по-зиге Что там Есть С кт Было Открытие Мутант Как будто Я ожидал Смотрит В кт А там Бухнет Ким Помэдов Он А ты Че Ну ты Включается Секунд на 40 Наверное Пропал А я Все это Время Сидел Комментировал Хорош Ну Потренился Но я сразу Подхватил Ты Вылетел Когда Гаврил Про Коннектор Я то Вылетел Но Я то Не знал Этого У меня то Игра Идет Все Нормально Я сижу Комментирую Типа Мне Ок Ну Вот Давай Чтоб тебе Не грустно Было Можешь Продолжить Да Тело Ну Смотрим Атака Вроде Подб Хочет 505 Выйти В спину Было Очень клево Спешит 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 Но Тут Может Да Всех Тиммитов Растерять Которые Были На Линии Огня Для Даркхорсов И они Себе Свои Фрэгиты Получили Но Все эти Размены Привели К тому Что 1-2 Ретейк Он Половенчатый Два Соперника Для него Выхнамит Ай Има Тут уже Дышал Кири Спину И как Дарк увидел Спину То дышал Еще сильней 5-3 Половина Закончилась В пользу Даркхорсов Откаут Ну Торчет Дэс Сделал Щучок Дэс Отпустить Ну Ладно Посмотрим Да нет Здесь Видишь Именно Может Пизга Поднимается Вконтакт Просто Отпадает У Ворь На самом деле Это всегда Было В порядке Вещей Она Просто На серверах Меньше Ощущается А в звонках Это вообще Регулярная Штука Ретейк Идет На Контакт Под Коннектор Он закидывает Каешки И Отгоняет Немного Рокки Но Минуса Здесь Не было По крайней мере Для Дарков Но Минус Есть Для 505 Который Пытается Выжить Еще На Ланггем Но Ретейк По итогу Его Закрывает Эдмайер Ликвидирует Кириум На самом деле Ключевые Игроки Команды Мэткаус Уже Были Потеряны Остается Рич Один Со Снайперским Девайсом Три соперника На карте Но Опять же Кимпа Это не Равно Отсутствие Мобильности Да Ты Всегда С кимпой Можешь Поиграть На Открывающих Позициях Особенно Если Для Тебя Снайперка Это Мин Девайс И Ты Прекрасно Знаешь И Чувствуешь Игру С Данной Пушкой Но Рич Делает Ставку Больше На РБ На самом Деле Вариантов На Выживание У него Здесь Было Не Так То Много Ритейка И Фита Кстати Он Мог бы Ваншот Нуть С РБ Возможно Именно Поэтому Он Пошел Именно На РБ Поскольку Тиммейты Дали Инфу Что Там Есть Пару Редовых Но Навряд Ли Такая Штука Прокатила С С Майером Но Тем Временем Фита Закрывает Кирю Начало Карты Точнее Карты Раунда Для команды Dark Horse Более чем Приятная Они уже Забрали себе Шесть раундов В карманы Три Остается до победы Ритейк идет На поджим Под ДЛ Его здесь ожидают Но Эдмайер Закрывает Лакост И 505 Хоть и ждал Ритейка Но все равно Не смог С ним совладать Рич с Кимпой Выходит под мид Там уже в Аркаде Находится Эдмайер Евгений делает Даблфил Для команды Ну и остается Рокки Который пытается Сопротивляться Закрывая Ритейка Но 2 хп Против троих игроков Опять же Катастрофически мало Эдмайер пошел За третьим фрагом И он его находит Так что Есть раунд Для дарков И это уже Ребятки Семерка На табло Далеко не шуточный счет И лишний раз Наверное повод Задуматься Мэтхаусом А стоит ли нам Пока что играть Убежку Кажется что Она у нас Идет с некоторыми Проблемами Надо ее еще Потренить И пофиксить Недочеты В исполнении В то же время Можно сказать Что здесь Как-то жестко Разлетелись Игроки команды Дарккорс Но да Определенно Исполнителей У них Более чем достаточно И по киллам Это видно Но опять же Куда делись Тогда исполнители Команды Мэтхаус Не все значит Получается Не все работает Как часы И некоторые Звени разваливаются Не хватает Давления И поддержки Тиммейтов Рич Закрывает Эдмайера Который попытался Зайти в спину Опять же Был прочитан Мутант Получил огромную порцию Урона Но бомба-то Была установлена При всем при этом Они Аплэнд Взяли без единой Капли крови Сатурру на размене Но Киря может Сделать даблкил Сейчас Но там Тиммейты еще помогли А Трофи 505 Залетает по фрагу А Киря все равно Делает двоечку Закрывая фита Конечно Долго он В этом танго С ним находился Но Все же выиграл Так что Раунд Для Мэт Чупури 7 Погнали Забив на стенке Будет не будет Ретейк дал Смоки Себе Открылся Пострелял Я просто думаю Кинул Жишку И сам же в нее Пошел Примерно как раз В то время Когда Жишка Начинает действовать Бегал Но вот Игра сопряженная С риском Ну кто не рискует Тот не рискует Сказал Ретейк Даванул вперед И свой файт Довел до конца Только вот он Выиграть в нем Не смог Эдмайра Последний живых У Дарфорсов Четыре соперника Есть одного Высек в плентун Этого мало 5-7 В итоге Этой разыгровки Идем дальше Так Начало миссии Ну пока Все так же начинается Все такие же выходы Давайте сейчас В Зароке посмотрим Который снова Будет против Ретейк Играть Стратовая Жишка Все та же Мутант Открылся С поджима Ланга На скейпоеверках Он был 5-го он забрал И посмотрите За обороной Давайте еще даже Вот так вот посмотрим Ох Ну по сути Они все здесь И ДХ прям угадывают Даркхорсы На самом деле Им еще хочется Лайк поставить Просто игра против 5Е Была И Что отмечалось Что Ну там с одной стороны 5Е Недленно играли Но с другой стороны Дракхорсы Очень хорошо перемещались Они вот этот момент Походу Хорошо очень чувствуют Когда Бросай одну точку Забей Если ее поставят Окей Вместе Просто перейдем Тех Кто остался На противоположной Забьем И вот пойдем выбивать Отданную точку Что-то типа такого Короче Лучше сыграть вместе Чем по одному И вот так вот В этом суть Ну Да Да Это Спит Атак Но команда Матхаус Завоевала Для себя Хотя подожди Чего они Завоевали Они уже потеряли Все локации Для себя Можно сказать То что Мид удалось Продавить Завоевал Там эту локацию Лакост Но Киря Опять же Далеко От своего тиммейта Помочь Он ему Никак не смог В дальнейшем Может быть Они планировали Атаковать Б-плент Заходом Через КТ-спаун И через боковую Но Опять же План провалился Не успев Перейти на стадию Реализации Эдмейер Минус по Кири Ну и собственно Победный раунд Для команды Даркхорс Очень уверенное Исполнение На карте Убежище Опять же Заикнемся о том Что Убежка У мэдов Уже Выходит Этаким Криптонитом Ну и Не то чтобы Хочется сказать А я говорил Вчера я Отмечал И мэдхаусов И дарков И команда О.Икз И вот сегодня По сути Мэдхаус провели Два матча Против команды О.Икз И против команды Даркхорс Это мастодонты Арены Они сыграли с ними 1-1 И при всем при этом Файты были действительно Красочные То есть команды Нам показали Максимальную зарубу Вспомним Хотя бы Миттаун Который у нас Вот закончился Несколько минут Тому назад Квадрокилл От Фита Квадрокилл От 505 И все это В одном раунде На секундочку И таких моментов Было просто Тьма За эти два матча Здесь просто Хочется сказать Огромное спасибо О.О.шкам Даркам Мэдам За их игру И они действительно Показывают Первоклассный Поинтбланк Где команда Это действительно Команда Она страдает вместе Она выигрывает вместе Она заходит На любые позиции Все делает вместе И это действительно Еще приправлена Шикарным соусом Из индивидуального Исполнения Этих коллективов Пока что Я безумно доволен Тем что происходит У нас во второй Групповой стадии А точнее в ее завершении До ее завершения Остается всего лишь Два дня И дальше уже Ребятки будут Потихоньку у нас Готовиться К выездам на Ланы Кстати по поводу Ланов Если кто-то Не в курсе был То мы вам На всякий случай Сообщаем Что Ланы В этом году Получили расширение Квод И соответственно Сейчас на Ланы Господи боже мой На Ланы в Москву Могут приехать Шесть команд Не четыре Как это было ранее Но что для этого нужно Понятное дело Что основные коллективы Отбираются По итогам Арена Пойнтов А соответственно По регулярным Сезоном В течение всего года Но Также существует На данный момент Рейтинг Который вы уже Не успеете наиграть Если до этого Не делали Который получает Возможность Поиграть Стыки С пятыми Шестыми местами Сезона За выход На Ланы И также Добавилась еще Интернациональная Квота То бишь Это будут проведены Отборы Триди коллективов Которые Не содержат В своем Ростере Игроков Из России То есть Если вы Из стран Граничащих С Российской Федерацией Опять же Страны СНГ Если можно так выразиться Проще Да так выразиться То вы можете Собирать Собирать Свои локальные Стаки И принимать Участие И к слову Интернациональные Отборы Будут стартовать Совсем скоро Поэтому ребятки Если вы еще В раздумьях То советуем вам Поторопиться Со сбором Своего состава И на всякий случай Предреку Ваши опасения Что вам придется Грубо говоря Новыми Ростерами Бороться С достаточно Устоявшимися Коллективами По типу Опять же AOXZ Dark Horse A3 Madhouse Five Elements И так далее Нет С ними вам Бороться не придется Поскольку Все коллективы Которые Принимают Участие В сезоне Они имеют В своих Ростерах Игроков Из России Может быть Они конечно Перелопатят Свои составы И доберут Игроков Из своих регионов И стран Для игры В интернациональных Квалификациях Но это все равно Будет Не Тот Состав Что прежде Поэтому Ребятки Будьте внимательны И снимайте Абсолютно Все страхи Они только У вас в голове Регистрируйтесь И мы будем Вас там ждать Но на сегодня Я вот просто Немножко Сейчас смотрю Не то что Про межуточный Ток А наверное Некоторые Токовые Я так понимаю Ну если прикинуть Ну как прикинуть Ну аошки Короче точно На лам Выходят Уже вышли Судя по Arena Points У них вот сейчас Не только Аошки Не Ну за второе Первые два слота Они получают Без какой-либо борьбы Ну в плане Дополнительной Вот За первое точно Тут ну как я понимаю Аошки 2 640 У них сейчас есть И они еще За Отом лигу Вот то Которое есть сейчас Но их по идее Ну тут 39 Ачей у них Ну кто Кто их тут Перегнать может Ну да Трикатки по 16 Да все равно Короче их Ну с первого места Никто Не скинет Сколько Шоу Нет Но потом Будет возможность Подвинуть игроков Точнее подвинуть команды С третьего Четвертого места То есть у нас Буквально по завершению Групповой стадии Будут стартовать Стыки Ребятки Они начнутся Также в этом месяце Если быть конкретнее То это будет 30 31 Первое число Где будут играться Стыки Третье Четвертое место Против Седьмого Восьмого А потом Шестого Седьмого Восьмого Сентября Пройдут стыки Против команд Из рейтинга Которые будут Играть с пятыми Шестыми местами Вот так вот А потом Еще интернациональные Отборы В общем Вот такая тема Ребята Шансов На выход В Лан Просто Колоссальное Количество И Здесь Бояться И не делать Но хотеть Этого Это Ребятки Нельзя Это преступление На самом деле Поэтому Вы просто Берете Играйте Выигрывайте Приезжайте На Ланы Мы с вами Там все Встретимся И проведем Шикарнейшие Ланы Наш Пресс Команд Которые Сразятся За общий Призовой Фонд В 2 Миллиона Рублей Ну а на сегодня Друзья Мы прощаемся С вами И прощаемся До завтрашнего Вечера Услышимся В 19.00 По Москве Завтра Запланировано Три матча Ну и зовите друзей Зовите 100 кланов Вместе смотреть Интереснее А мы подогреем Вас кодиками На донат У микрофона Для вас Максим Чайфтерентьев Илья Стивихайдаров Всем пока До завтра В 7 Субтитры